МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего через несколько лет после окончания Великой Отечественной советские военно-воздушные силы получили лучший в мире истребитель. Им стала знаменитая серебряная стрела МиГ-15. Но стремительное развитие авиации требовало перехода на сверхзвуковые скорости. Конструкторское бюро Микояна Игуревича сумело дать достойный ответ на вызов времени. МиГ-15, уважительно прозванный за отменное сочетание летных и боевых качеств с солдатом, был прекрасным самолетом. Но скорости основных истребителей мировых держав росли, и военные требовали новую машину. Проблемы с надёжными силовыми установками и выводы, сделанные на основе боевого применения МиГ-15 в ходе войны в Корее, заставляли конструкторов искать другие компоновочные решения. Наиболее простым способом, в соответствии с рекомендациями ЦАГИ, увеличение скорости полёта, было увеличение угла стреловидности крова. Этот путь был ещё очень выгоден тем, что фактически можно было сохранить конструкцию фюзеляжа, сохранить технологию постройки самолёта. Ведь в это время 9 серийных заводов клепали МиГ-15. И нужно было решить задачу с минимальными трудностями для этих заводов. С тем, чтобы сохранилась технология по возможности и унификация агрегатов и узлов. Вопросом престижа для конструкторских бюро стал скорейший выход на сверхзвуковые скорости. В 1950 году КБ «Микояна» предложило к рассмотрению опытный истребитель И-330. Внешне он напоминал МиГ-15. Важным отличием было новое крыло, стреловидность которого была доведена до 45 градусов. Это позволило достичь на опытных образцах скорости звука. Самолёт МиГ-17 знаменателен тем, что он первым, и в строю такие были самолёты, смог летать со скоростью звука. Седов Григорий Александрович, заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации, лауреат Ленинской государственных премий, герой Советского Союза. В 1952 году первым в стране в горизонтальном полёте достиг скорости звука. В 1970-1998 годах на конструкторской работе в АКБ «Микояна». Главный конструктор МиГ-23, МиГ-27, МФИ. Серийное производство МиГ-17 было развернуто в середине 1951 года. А в конце 1952-го он поступил на вооружение советских ВВС. МиГ-17. Одноместный истребитель и истребитель-бомбардировщик. Название по классификации НАТО. Фреско. Фреско. Длина 11,3 метра. Размах крыльев 9,6 метра. Максимальная взлётная масса 6070 килограммов. Силовая установка. Реактивный двигатель ВК-1А. Максимальная скорость. 1070 километров в час. Скороподъёмность. 3900 метров в минуту. Практический потолок. 16600 метров. Практическая дальность. 1240 километров. Вооружение. Одна 37-миллиметровая скорострельная авиационная пушка и две 23-миллиметровых пушки. Неуправляемые авиационные ракеты. Авиабомбы массой до 250 килограммов. Машина также поставлялась военно-воздушным силам стран-союзников СССР. Одними из первых за рубежом её получили и освоили вьетнамские лётчики. Им же пришлось в полной мере оценить возможности 17-го в реальных воздушных боях. 2 августа 1964 года в море произошёл инцидент между американскими эсминцами и торпедными катерами Демократической Республики Вьетнам. Он был использован США в качестве повода для начала военных действий в небе Северного Вьетнама. В феврале 1965 года американская авиация приступила к проведению первой стадии операции «Пылающее копьё», начав массированные бомбардировки военных и промышленных объектов в ДРВ. Изначально тактические приёмы ударной авиации США не отличались ни оригинальностью, ни разнообразием. Основной упор делался на численное превосходство. В этой ситуации вьетнамцы применили единственную возможную тактику. МиГ-17 к этому времени стал устаревшей машиной. С момента начала его серийного производства прошло полтора десятилетия. Он не мог соревноваться в скорости со сверхзвуковыми F-105 «Тандерчиф», но имел преимущество в сравнении с основными бомбардировщиками и штурмовиками противника. Баражируя на низких высотах и маскируясь на фоне джунглей неподалёку от охраняемых объектов, МиГи поджидали группы ударных самолётов и в удобный момент атаковали противника. В качестве ударных самолётов американцы в основном использовали палубные самолёты типа «Скайхока», тоже дозвуковой самолёт, и МиГ-17 мог расправиться с ним как угодно. А для ВВС рабочей лошадкой был F-105 «Тандерчиф». Но вся штука заключалась в том, что если повесить бомбовую нагрузку, то «Тандерчиф» становился дозвуковым самолётом. И в воздушный бой против МиГ-17, пока он не сбросит бомбовую нагрузку, он тоже был, в общем-то, с ним легко было справиться. Единственный способ борьбы за выживание F-105 заключался в том, сбросить бомбовую нагрузку куда угодно, развернуться и на максимальной скорости с выходом на сверхзвуку удрать. Первые потери МиГи понесли от огня американских истребителей. Новейший F-4B «Фантом-2» сбил управляемой ракетой один из нескольких атакующих его МиГов, но и сам был расстрелян из мощных пушек. В целом, даже по признанию американцев, на первом этапе войны лётчики Северного Вьетнама сбили самолётов в два раза больше, чем их противники. В дальнейшем американские пилоты изменили свои тактические приёмы, и МиГам пришлось намного труднее. И всё-таки при сильной разнице в классе между МиГ-17 и «Фантомом» и многократном численном превосходстве американцев, вьетнамские лётчики сумели сохранить положительный баланс побед и потерь. Воинская смекалка позволяла находить выход из самых сложных ситуаций. Использовались партизанские приёмы, засады на заброшенных и разбомблённых аэродромах. Для этого применялись МиГи, оборудованные стартовыми ускорителями для базоаэродромного запуска. Ночью самолёт при помощи вертолёта Ми-6 доставлялся на аэродром, признанный разведкой противника непригодным для применения. Внезапное появление северо-вьетнамских истребителей в боевых порядках американских ударных самолётов становилось смертельным сюрпризом для Скайхоуков и Тандерчифов. Практика боевого применения МиГ-17 показала, что умелое сочетание тактической выучки и необычных приёмов боя может компенсировать недостаток скорости и оружия. Несмотря на то, что вьетнамские ВВС получили новейший МиГ-21, 17-й успешно сражался до конца войны. В это же время МиГ-17 применялся и на Ближнем Востоке. Первый лётчик, который был удостоен звания Героя Сирийской Арабской Республики, воевал на МиГ-17. В воздушном бою он сбил французский сверхзвуковой «Мираж», которым управлял израильский пилот. Чистолюбивые мечты о первенстве в области сверхзвуковых истребителей не оставляли конструкторов Микояновского бюро. Их заокеанские коллеги тоже стремились поскорее преодолеть звуковой барьер. И это заочное соревнование подстёгивало конструкторскую мысль. После экспериментов в лабораториях и на опытных машинах специалисты КБ выработали оптимальную компоновку нового самолёта. Несколько раз переделывалась хвостовая часть. Стреловидность крыла увеличилась до 55 градусов. Так в 1954 году появился прототип первого в мире сверхзвукового всепогодного перехватчика, получившего в серийном производстве обозначение МиГ-19. МиГ-19. Одноместный истребитель. Название по классификации НАТО. Фармер. Фермер. Длина 12,5 метра. Размах крыльев 9 метров. Максимальная взлётная масса 7300 килограммов. Силовая установка. Два турбореактивных двигателя АМ-9Б. Максимальная скорость 1452 километра в час. Скороподъёмность 6900 метров в минуту. Практический потолок 17900 метров. Практическая дальность до 2200 километров. Вооружение. Три скорострельных авиационных пушки калибра 23 миллиметра. Ракетное оружие. МиГ-19 оснащался мощной радиолокационной станцией и системой дозаправки в воздухе. Самолёт находился на вооружении авиационных частей противовоздушной обороны до середины 70-х годов. МиГ-19 по многим параметрам превосходил американский F-100 Супер Сейбр, появившийся на год позже. Боевое применение МиГ-19 по результативности не столь впечатляющее, как у его собратьев МиГ-15 и МиГ-17. Но в некоторых аспектах он мог составить конкуренцию даже пришедшему ему на смену МиГ-21. Когда перед нашей фирмой была поставлена задача оценить возможности борьбы МиГ-19 против 21-х в рамках конфликта Индии и Пакистана, то вообще говоря, получалось, что МиГ-19 смотрится не так уж плохо. А пакистанцы имели 19-й, правда, в китайском варианте F-6. Помимо Советского Союза, истребитель серийно производился в Чехословакии и Китае под индексом F-6. Поставлялся в Афганистан, на Кубу, в Германию и Венгрию, в Индонезию и Ирак. Благодаря надежности конструкции в некоторых странах машина эксплуатируется и поныне. 19-й МиГ был хорошей машиной, но его судьба сложилась не слишком удачно. Конструкторы быстро подготовили для него смену. Великолепный МиГ-21. Рассказ об этом истребителе в следующем фильме «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok